Сегодняшний фермер это человек, который думает не только о благосостоянии своей собственной семьи, но и заботится о создании качественного продукта. К примеру, в прошлом году в стране около 11 тысяч хозяйства, это 90%, были преобразованы в многопрофильные. И как результат трудоустроено около 37 тысяч человек. Наш следующий материал о том, как с легкостью возглавляет фермерское хозяйство, успешная женщина-предприниматель из Андижана. Общая площадь фермерского хозяйства Гульзор-Пари в Испасканском районе составляет 163 гектара. Помимо хлопка и зерна, здесь широко развито животноводство, садоводство и овощеводство. Фермер и одновременно успешный предприниматель говорит, что основная цель хозяйства это создание рабочих мест и обеспечение односельчан качественной и полезной продукцией. Такой сад, конечно, создан не просто так. Здесь и большая помощь со стороны союза областных фермеров районного хокемиата. Они своевременно поддержали наше предложение. И как результат мы имеем вот такой сад, который возвели в прошлом году. Мы стараемся как можем. Вообще наш поселок больше всего ориентирован на выращивание граната. У нас здесь произрастает сразу несколько сортов. И все они растут в определенном порядке. Недавно созданный гранатовый сад, женщина-фермер решила разделить между теми, кто числится в молодежной и женской тетрадях. Необходимо успеть творить и хорошие дела. Так считает Оистахон Мирзаева. Тем, кому досталась часть сада, уже успели снять свой первый урожай. Сейчас на свободных участках созревает картофель. Следом пойдет и капуста. Я не ошибусь, если я скажу, что наши односельчане очень любят землю. У них к ней особое отношение. Вот, к примеру, если взять картошку. Сегодня мы ее выращиваем с любовью, а завтра она будет на столах наших односельчан. Текущие реформы в секторе поддерживают предприимчивых фермеров и позволяют им реализовать свои проекты на практике. К примеру, если есть какие-то новости в сфере развития фермерства, то нам сразу рассказывают о них. Например, мы занимаемся развитием животноводства. И нам говорят, что в этой сфере сегодня есть какой-то льготный кредит. Мы его берем и, естественно, потом создаем дополнительные рабочие места. Мы трудоустраиваем всех, в том числе и молодых людей. Наша цель – это обеспечить наших односельчан работой и, конечно же, качественным продуктом. Есть чем похвастаться фермерам и еще. Красивый, на вид и сочный, на вкус. Часть урожая граната отправится на экспорт. Помимо прочего, уже подписаны контракты на дыне.